Часто скрытые, а потому самые коварные болезни связаны с сердцем. Сегодня бешеный ритм жизни, к которому многие привыкли, приводит к тому, что проблемы с важным человеческим органом возникают у большого количества людей. Их провоцирует неправильное питание, нехватка отдыха и сна, постоянное напряжение, а также вредные привычки. И еще один фактор может привести к серьезным проблемам – повышенное артериальное давление. Очень распространенная проблема, и кроме того, что она распространенная, артериальная гипертензия считается таким молчаливым убийцей. И сначала людей ничего не беспокоит, они живут со стабильными высокими цифрами давления, а давление поражает сердце, сосуды головного мозга, сосуды глазного дна и сосуды почек. Очень часто эти проблемы идут вместе с нарушением обмена веществ. То есть люди неконтролируемо увеличивают свой вес, появляется сопутствующий сахарный диабет, и тогда уже, к сожалению, соболевание становится очень серьезным. Люди могут на это повлияться. То есть они могут нормализовать свой вес путем правильного питания, не менее 4 раз в день, ограничение соли 5 граммами в сутки и дозированной физической нагрузкой. То есть не менее чем 4-5 раз в неделю, 30 минут довольно интенсивной ходьбы, легкого бега, плавания, езды на велосипеде. Следить за здоровьем, а при необходимости сразу обращаться к специалистам, такого принципа придерживается Наталья Тупека. В стационар кардиологического отделения женщина поступила по направлению из Микошевич. Причина – артериальная гипертензия. Проблемы с давлением передались Наталье по наследству, а потому она видела и знает по опыту, чем может обернуться пренебрежительное отношение к вопросам здоровья. У меня мама с инсультом и давление у нее очень сильное, высокое было. Брат у меня тоже в 40 лет был, инсульт у него первый, но слава Богу, так справляется пока. Ну и вообще по линии мамы тоже очень большие проблемы у тетки родной, у двоюродных сестер. Приехала в принципе по плану, потому что есть проблемы по давлению, артериальная гипертензия у меня. Потом очень сильно волнуют суставы, ну это наверное связано, да и возраст уже, да и вообще. Теперь здорово, сейчас в наше время людей здорово как бы мало. Человек может самостоятельно повлиять на то, чтобы болезни системы кровообращения у него не возникли. Основные факторы, которые увеличивают риск в 3-4 раза – лишний вес, преизбыток соли и курения. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются первыми по числу выходов на инвалидность и смертность в Республике Беларусь. То есть эта проблема очень распространена. У нас существует программа демографической безопасности на 2016-2020 год, согласно которой проводятся мероприятия по профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заболевания сердечно-сосудистой системы очень, как я сказал, частые заболевания. Наиболее частыми из них является артериальная гипертензия. По статистике у каждого четвертого взрослого белоруса есть стабильное повышение артериального давления. Следующим заболеванием является атеросклероз. Это системное заболевание, характеризующееся изменением сосудистого роста. Еще очень часто встречаются у нас острые формы ишемической болезни сердца, такие как инфаркт миокарда. Не зря говорят, движение – жизнь. Человек, который часто проводит время на свежем воздухе, проживает на 6-8 лет дольше. А лучший рецепт для долгой и здоровой жизни знает один из ведущих кардиохирургов мира – Лео Бакерия. Рецепт проверил на себе. Отказ от сигареты и алкоголя, активный труд и хорошее настроение. Продолжение следует...